Привет, дорогой зритель! Ты на канале Девайс, и сегодня в ролике у нас 7 лучших компьютерных сидушек для твоей попы до 15 тысяч рублей. Присаживайся поудобнее, а я начинаю. На первое место я решил поставить не очень приятное, но очень полезное для осанки кресло CH607. В данном случае от бюрократа. Оно имеет выгнутую спинку, откинувшись на которую, сгорбиться или как-то неправильно сесть просто не получится. Оно заставит тебя держать правильную осанку, если в него правильно сесть. Это же кресло производится миллионом других производителей, и называется оно у всех по-разному. Из тех, что я знаю, это Мета, БК-8 и бюрократ CH607. Бюрократ сейчас дешевле, поэтому ссылка будет на него. Между этими клонами могут быть какие-то минимальные отличия, но в целом у них конструкция идентична. Кому я могу советовать это кресло? Да, собственно, всем. Оно недорогое, как только привыкаешь, сидеть в нем становится не менее удобно, чем в любом другом кресле. Оно поможет держать правильную осанку, и в силу своей структуры вряд ли развалится. Касаемо материалов тут можно выбрать разные варианты. Но я советую брать модель с отсутствием либо с минимумом кожзама, так как он через пару лет просто потрескается и облезет в отличие от ткани. Под попой находится фанерка и поролон, как и у всех недорогих кресел. По факту это как бы и минус, но это не тот бюджет, в котором бывают иначе. Чтобы были стропы на металлическом каркасе, придется покупать дорогое игровое кресло. Эта же модель стоит от 7500 за самую дешевую комплектацию, но она и самая лучшая, так как в ней нет кожзама. Напоминаю, что ссылки на кресло из ролика по низким ценам в проверенных магазинах находятся в описании под этим видео. Также по ним ты можешь уточнить характеристики и изучить отзывы. Если при словах, что 7500 это недорого, у тебя уши свернулись в трубочку, V8A от класс Марк это твой выбор. Стоит это кресло всего 3200 рублей, и оно полностью кожзамфри, то есть оно и стоит дешево, и при этом долговечное. Не кресло, а мечта. У него тоже вогнутая спинка, но изгиб не так уж и точно повторяет правильный изгиб позвоночника, так что покупать его в надежде на то, что он исправит твою осанку, не стоит. Но это точно лучше, чем самое дешевое обычное кресло за 2000 с прямой спинкой. Обивка тут нейлоновая. Это, конечно, не лучший материал, но он объективно лучше, чем кожзамф. В этом кресле ты и потеть будешь гораздо меньше, и нейлон не облезет со временем. Из приятных бонусов, которых обычно нет в самых дешевых креслах, тут можно немного регулировать наклон спинки помимо высоты. Не забывай про мой телеграм-канал с обзорами и сравнениями железок в описании. Там ты можешь найти очень интересные промокоды, чтобы покупать компьютерное железо с еще большей выгодой. Если в целом тебе понравился прошлый вариант, но готов немного доплатить, то можно рассмотреть Tron P1 Prestige. Это практически то же самое, только тут прибавился подголовник, механизм качания и чутка другие подлокотники. Механизм качания тут самый простой топ-ган, но за такие деньги другого ожидать не стоит. На этом сколь-либо значимые отличия заканчиваются. Стоит он от 5000 рублей. Рассказывать тут более не о чем, так что переходим к следующему. Подписывайся на канал и ставь лайк, если интересуешься компьютерной тематикой. А любые мысли и вопросы ты можешь написать в комментариях. Поговорим о том, какие игровые кресла можно купить с таким бюджетом. Самое дешевое кресло с металлическим каркасом и со стропами под попой вместо фанерки это GLHF X2. Пока что это самое короткое название товара, что я вообще видел в своей жизни. Всего два символа, если не считать бренд. У этого кресла полно положительных отзывов. Но у блоков питания AeroCool тоже куча хвалебных отзывов, так что только по ним судить нельзя. Из плюсов я уже отметил конструкцию, к ней я добавлю цену, потому что за такое кресло 11 тысяч это действительно очень неплохо. Что касается функционала, тут все как у всех дешевых игровых кресел. Есть две подушки под голову и поясницу. Та, что под поясницу приятная, удобная, можно двигать вверх-вниз. А та, что под голову в большинстве случаев отправляется в хламник или на помойку, потому что мешает. Подлокотники 2D, то есть регулируется высота и его можно поворачивать вправо и влево. Спинка откидывается назад на 180 градусов. Также это кресло продается в нескольких цветах. И стоят расцветки приблизительно одинаково. А теперь, пока не уснул, минусы. Качество исполнения тут, как понятно, из цены не очень. Строчка кривоватая, материалы паршивенькие, да и в принципе, если приглядываться и придираться, по нему видно, что оно дешевое. На удобство сидения это, правда, не повлияет, зато то, что тебе реально не понравится, это обивка из кожзама. Катки на этом троне будут реально потными, и через пару лет обивка начнет трескаться и превращаться в нечто похожее на наполнитель для кошачьего туалета. Но цена у этого кресла 11 тысяч рублей, что компенсирует все эти недостатки. Тем более, у большинства куда более дорогих кресел все те же проблемы. Решает главную проблему прошлого кресла Defender Breeze, но вместе с этим привносит другие. Это кресло уже можно купить в тканевой обивке, что огромный плюс, особенно с учетом цены. Но это достигнуто ценой удешевления всего остального, например, тут нет механизма качения, нет регулировки подлокотников, спинка откидывается всего на 135 градусов. Да и в целом качество хуже. Но если уйти от сравнений и просто ответить на вопрос, стоит ли покупать это кресло, я скажу да. Все эти недостатки, на мой взгляд, очень незначительные по сравнению с тем, что оно тканевое. И теперь самое интересное, оно стоит всего 9 тысяч рублей. За такие деньги, в принципе, придираться тут бессмысленно. Ну и последнее игровое кресло на сип... Ну и последнее игровое кресло на сегодня Defender Crater. Хотя, насколько оно игровое, вопрос дискуссионный. Функций привычных тут вообще нет. Регулировать можно только высоту, как в самых дешевых креслах за 2000. Это кресло только выглядит как игровое. Но если такое положение спинки тебя устроит, и регулировки тебе не нужны, то почему бы и нет. Материал обивки тоже кожзам, свое мнение по его поводу я уже высказал. С каркасом тут явно что-то не так. У прошлого максимальный вес сидящего был 120 килограмм, а здесь уже 100, так что если ты крупный чувачок, имей в виду. Ну и последний критерий, из-за которого эта хрень попала в топ – цена. Эта штука стоит от 5 с половиной тысяч рублей, и это кресло даже не разваливается. Если смотреть за такие же деньги кресло на Алике, там все поголовно не юзабельный мусор, который разваливается при первом прикосновении. Так что за эти деньги даже такое можно назвать неплохим выбором. Закончу сегодняшний выпуск тем, что первая вылезает в гугле по запросу «удобное кресло». Конкретно в этом случае это кресло руководителя от Like Regal, таких же от других производителей «Тьма тьмущая». Здесь именно эта модель, потому что она дешевле остальных. Здесь регулируется вообще все, что может в теории регулироваться. Выглядит оно строго, без выпендрежей и есть выдвижная подставка под ноги. В общем, идеальное кресло для дома или для офиса. Но один большой минус есть – кожзам. Вся обивка этого кресла из кожзама. И как ни старайся, как ни ищи, все подобные кресла будут с кожзамом, максимум качества может быть чуть получше. Чем это чревато, ты уже знаешь. Но если внешний вид для тебя роли не играет и пофигу, если облезет, то можно закрыть на это глаза. Стоит такое кресло от 11 тысяч рублей. На этом мой топ недорогих кресел подошел к концу. Если ты считаешь, что тут должны были быть другие, обязательно дай мне знать в комментариях. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Ты был на канале Девайс. Пока!